Всем привет! Гран-Чирокий Сегодня как он себя чувствует? Сегодня хорошо Да, коробка Все Все с первого раза Никаких проблем В общем такая Такая ситуация Странная Не странная, но Плохая поломка, неприятная В общем Был я у мегаэлектрика Второй раз Опять все ошибки, все как положено После всего этого геморроя Он говорит Открывай вот эту штучку Но тут Она просто На петлях Как забор Я ее открыл Сверху лежало Три рылюхи Прямо там Не закрепленные Даже, ну связанные между собой Изолентой Достал я эти три рылюхи Вот одна из них Я еду вам сразу снимаю Пошли мы к мегаэлектрику В закорма У него там подвал есть Такой большой Красивый Зашли мы В этот подвал Блин, пищит Вам сейчас пристегну Там у него Такой ящик Как из-под помидоров Пластиковый В этом ящике Полный рылюх этот ящик Говорит Ищи такую Как у тебя стояла Покопавшись Небольшой промежуток времени В этом Огромном количестве А там рылюх всевозможных Каких угодно Нашли мы Один в один Рылюху Вот Ну вот точно Такую Только Только новую Поставили Ну и все И грант А как это произошло Ну мы нашли рылюхи Я собираюсь уезжать И она очередной раз Не заводится Андрюха Опа Ну подожди Говорит Сейчас Ну и Нашли мы эту рылюху Поменяли И все Говорит что и Ток мог не проходить Вольтаж полностью В общем Должна и лучше работать И лучше ехать В общем Все должно стать лучше Да Так что Такая вот Простая ситуация Простое маленькое Реле Ну блокировки двигателя Реле От сигнализации От Ну не от Родной От дополнительной Та что стоит Было установлено Первым хозяином Так Ну все Вот печер Смотрите Какие машины Навстречу Вольф Это просто Тут Случайно попал А так То же самое Много лет Мы под этим бассейном Провели Тут утром Очень ярко Едут люди На работу Сейчас Заберем Пловца Номер 2 Вон он Выбежал Уже Ну что там Пловец Нормально Не тонул Очень холодно Холодно было Да Как холодно Твой брат В минус 23 Тренировался Сейчас плюс 23 И нормально было Вспомнил 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 момент Было как-то холодно Это где-то лет 7 7 назад Наверное 8 Даже уже Ну давно В общем Зимой И старшего Я привез на тренировку Утром встаю Минус 23 И в бассейне Табло висит Температуру воды Воздуха показывает Ну там 25 Наверное Утром показывала Мы там пока доехали Тренировки ранее были На 6 утра Не помню На 6 наверное И в тот день На тренировку То ли он То ли он Один вообще Пришел В эту погоду В открытом бассейне Это было Сейчас купол Зимой натягивают И так Минус 23 Где-то видео Даже есть Где ребенок плавает Просто жесть Старший Средний Да правильно Сказать Средний Или старший Старший Средний Так Ну все Вроде починилось Все работает Хорошо едет Так что Кому нужно Серьезная работа По электрике Хотя тут вроде Ну тоже надо Знать Ну когда Андрюхе Я сказал Он в прошлый раз Что-то не обратил Внимание Что Есть сигнализация Дополнительная Помимо основной Говорит Когда я сказал Что она есть Он сказал Что да Это вероятность Гипотезу Сурового Подтвердил Сразу Что На реле Очень похоже Радость Была Преждевременно Вот это Реле Все Тут я уже Раскрутил Разобрал Сейчас Без Релюхи Замкнем Андрюх говорил Вот эти два Толстых провода Напрямую Похоже Что Не вопрос Не в этом Опять Все То же Самое Где-то Где-то Что-то Все равно Еще Есть Вот видите Тоже Все Все Продолжается На Так Сейчас Стримишь? Нет Просто Для себя Напали Для фолловеров Вот здесь Снимай Вот так Два Толстых Это Вот этот И вот этот Если это В этом Проблема Но Две Релюхи Неисправны Ну Теоретически Может Все Быть Не Не Она Отходит Там Где-то Так Замкнули А Драйв Подожди Сейчас У нас Все равно В аварийном Ошибку Испи Выбросило Замкнули Вот так Напрямую Ну Ничего Не Глобально Не изменилось Короче Проблема Где-то Дальше Ага Реле Видите Не глушится Машина Вот ключ Вынял Она Она Работает Она Работает Все Правильно Эти Приборы Не Показывают Понял Ключ Вынял Смотри Машина Работает Скоро Есть Это я Я ездил Понял Я еду Радуюсь Рассказываю Фолловерам Говорю Все Работает Блин Наступаю Там Кикдаун Все дела Блин Ну и все Закончилось Короче Ну теперь Он проник В мозг В мозг Ты проник Да нет Ну не в мозг В схему Просто проник И говорит Все Окупанта Нашел Блок управления Нашел Говорит Что-то в нем Там мы только Что-то почистили Там Пошкрябали Ну заводится Слышь Я буду смеяться Если Они Не нашли Да не нашли Да Ну найдем же Когда-то Ну да Вот прибор А это что за прибор Это для Лексуса Для Лексуса Ну на нем же написано Да я же плохо Вижу Блин Где на нем написано Ну тут где твоя рука Там и написано Вот блин лошара Если ты меня подрал И не продал наклейку Да Ну это старый прибор Ну как Не сильно Но такой уже Да Ну двухсотку делает Делает двухсотку Да Ну такой он маленький По сравнению С джиповским Видишь Джип серьезная просто Да машина Они все разные По своему Но функции у них Одни и те же И что этим ключ Тоже прошивается Да Да Я понял Так все Андрюха сказал Завтра продолжаем Куда-то пошел В общем ситуация какая Андрюха помнит Зеленую мечту Когда она еще была Моложе на 20 лет Чем сейчас Кстати Обрадовался Я говорю Зеленая мечта Есть Он не мог поверить В это Да Вот так вот Так что Такие вот дела Короче Дрепез Дрепез Смотри Ну он завален Да Немного 17 Зато диски Ни у кого На УАЗе Кроме Андрюхи Я не видел 17 дисков Нет Ну как бы Никто не ставит Такое На УАЗ Но у тебя Так получилось В общем Красивые колеса Все Смотрите Тут подход Очень серьезный Рама Все Все Пескоструйно Покрашено Да Все Мосты покрашены И что ты Внутри Там что-то делал Или так просто Покрасил Два ведра Подшипников Новых Да Два 12-литровых Железных ведра Я понял тебя В общем Вот так Вот сам УАЗик Просто стоковый Вон там Я смотрю У тебя даже Поклеено Виброшума Ну вот так Чтобы оно Не скрипало На всякий случай Да Киевские номера Ну Вебаста За нем тоже стоит Да ну не гони Да Вон смотри Где Вебаста Выхлопная А вижу Да Ого А ты Вебаста Хочешь серьезно Не ну Свечи тебе надо Купить новые Ну да Кто-то Кто-то Утянул Ну давай уже Там хотя бы Поедем Скоро Так Скоро Я понял тебя Время Девятый час Уже Девятый час Девятый час А это не покрашен Ну порошковая Ну порошковая Порошковая Да Так короче Сзади дисковая Тормоза Сзади дисковая А вижу Тоже новая Там все Да Да Все подогнуло Часто Полиуретан Полиуретан Ну давай уже В оффроуд ее бросать Или ты будешь Беречь ее Не Беречь ее не буду По-любому Я ее люблю А у меня Слышишь В УАЗе Вот так отрезана Вот эта лишняя часть Понял У меня люк Короче стоит От Мерседеса Электричество И что Работает Ты хочешь сказать Электрический люк От Мерседеса Да От какого О Нормально Ха Прикольно Видишь И сидения какие-то Стоят серьезные Ну да От 105 Тут все уже давно От 105 Да Люк хороший Она проехала В таком состоянии 150 тысяч Он Видишь Дырка Случайный выстрел В смысле Ну так вот Потянулся за ружьем А она стрельнула Блин Что-то я тебя боюсь Мне надо наверное ехать Все пока Вот А где дырка Ну вот Да Это 20 калибра Энти Да Это изнутри Слушай А выхлопщевой Такой Что-то знакомое Б6 Дизель Б6 Да Ну и тут Надо было и мотор Сразу поставить Не не хочу Тут труба Короче Смотри Вся сделана Тут до конца Правильно Ого В резиночках висит Все на четеньких Тебе надо на серьезный Афроуд вывозить уже Там же машины разрывают А я Будешь беречь Да не Надо разрывать Ну и что И потом делать опять Да не Она не разорвется Она крепкая У тебя же все новое Ну да Ну там где глубоко Не поедешь Объедешь Ну хочу Это Чтобы она Могла как гусеничный трактор Разворачиваться Та не Ну это ты жестко Ну что Четыре контура тормозов Да Да Два боковых И все Можно И что получится И на пониженной Да Он начинает ездить Как трактор И ты берешь Даже делаешь два Жойстика Левой и правой Понял Да На подсос Вытягиваешь машину Допустим Но там наоборот И такие Да Втыкаешь Третью пониженную Я просто уже Это Ну Себе представляю И ты доедешь Руль только надо Фиксировать чем-то Руками Ну как У тебя два Жойстика Ты берешь Руки Ну одной рукой Джойстик Одной Это и все Джойстик Тебе же один Контур надо Только Тебе надо Левый Правый И ты можешь Что-то делать Ну по очереди Будешь Чтоб не останавливаться Так друзья В общем Андрюха говорит Все равно Мы найдем Ну я просто помню Как он Давайте В двух словах Историю Почти 20 летней давности Где-то в 2001 39 кузов Еще на конвейере Дорогая Серьезная машина BMW E39 Я имею ввиду И тоже что-то там Не работает Бензонасос Не заводится Андрюха Ныряет в порог Я так помню Как сейчас Порог Вроде с водительской стороны Ныряет в порог Находит провод Втыкает туда Плюс Раз И насос Заработал Машина завелась Я охренел Тогда Это было Где-то в 2001 Году Такие воспоминания Ну А ну Смотрим Как она работает О Смотрите Не работает Выпучи зажирания полы Вот так Понял Опы все равно Да Чеки ЕСП Загорается И ту И глохнет После этого Вот так Вот так Когда мина Вешевана Да Да Понял Чек Выбрасывай Чек И глохнет Чек Загорается И тут же Глохнет Так Друзья Включил Открыл Закрыл Андрюха Поехал Закрыл Открыл Заработала Не в аварии Коробка Нормально В общем Так Схему Посмотрели Соединяются Все блоки Там Соединены И блок Радио Кстати На который Ругается Соединен Со всеми Блоками Поэтому Так оно И показывает Такая Неисправность Интересно Где она будет И когда мы Ее найдем Покажу Потом Расскажу День Потратили Ну Не день Но Не один Час Больше Конечно В общении Но Это тоже В субботу Будет Крутой Афроуд Завтра Надо уже УАЗ Готовить Более Плотно Там есть Несколько Вспомнил Я все Позиции Что надо Сделать Датчик Температуры Кардан Передний Закрутить Датчик Температуры Датчик Включения Вентилятора Поменять Что-то Третье Я пока Забыл Но я Вспомню Я вот Еду Уже Несколько Километров Вот Как вы Видите Сейчас Слева Вот так Оно Стоит Уже Километра Два С половиной Три Наверное От От этого Начиная Переезда Что происходит Непонятно Опять я по этой Идиотскому маршруту Чего вправо было Не поехать Ну не знаю Так получилось Думал Что уже Никого Нету В это Время Что-то Могло Произойти Непонятно Сейчас Мы это Все Объезжаем Хорошо Есть Такая Второстепенная Дорожка Да Не зря Сын По пятницам Что-то Так попадало Что он Смотрит И Рейтинг Рейтинг По пробкам В мире И Киев Был в эту Пятницу Вторым После Осло Не знаю Правда Или нет Ну какая-то Программа Что-то Видно Там Со Спутника А За Прошлую Пятницу Был Восьмым Или Двенадцатым Не буду Обманывать Не помню Точно Где-то В таком В таком Примерно Соотношении Видите Вообще Стоит Глухо Просто Ну там Объезд И дальше Но сейчас Наш Объезд Остановится Наверное Уже Останавливается Тут уже Легковых Больше Какому-то Контент У меня Все время Такая Жесткая Жесткая Промзона Была И люди Теперь Строят Дома Так Ну на Хэмми Мы И Что хотел Сказать По машине В общем Неполадка Это Проявляется Только при Запуске То есть Ни разу Не было Чтобы она Заглохла Перестала Ехать То есть И Если она Уже поехала То она Видите Едет Хорошо Быстро Никаких Проблем Нету Да Интересно Что дальше Ну сейчас Посмотрим Тут есть Объезд Ну выезд Для тех Кто Не знает Ну Я там знаю Есть еще Срезочка Проверенная Тут кстати Грузовой Автопарк В котором Хорошо Ремонтирует Ремонтирует Порезы Ну они Грузовые покрышки Ремонтируют То есть Легковая На которые Потом по 6 По 8 Или по 6 И больше Атмосфер Качают И они держат После их ремонта Вот смотрите Это верх Идиотизма Вот хорошо Что я поехал Наверное Все таки Просто Верх Идиотизма Ремонт дороги В час Пик Вон вверху Посмотрите Что творится Ну просто Ну как это назвать Идиотизм Дебилизм Просто вот Ну ребята Там не спеша Себе что-то Стоят Перекур у них Что-то чинят Жесть Ну вот дальше Видите Пустая дорога Никого нету То есть Они закрыли Тут и так Такое место Небольшое сужение Они просто Закрыли Полосу Одну там Или полторы Не знаю Отсюда не было видно Нет слов Я не хочу ничего Говорить больше В общем Короче Все Красиво парень едет На мопеде Такая ситуация Так прикольно Ну тут забор Это шок Вообще Тут забор Просто Где был выезд Мой тайный Через бровочку Небольшую Поставили забор И теперь Куда я поеду Куда-то сейчас поеду Развернусь Да Вот такая жесть Смотрите Плотно везде Заборы Тут ограждение Не есть Тут все-таки Проезд Наверное Там тоже забор Ну постарались Молодцы Соблюдают Дисциплину Движения Просто Нет слов Конечно Всему происходящему Так Пришлось вернуться А тут еще Авария Смотрите Притерла фура Да Одна полоса Осталась Представляете А еще Притерла Смотрите Раз притерла И два Притерла Это просто Жесть Вообще Вот мы Причину Причину Этой грандиозной Пробки Помимо дорожников Просто Да Как для дорожников То сильно Большая Она была Причина Грандиозной Пробки И сна В наверное Нет Или Что за машина Не Не BMW Мустанг Красивая Ну ладно Все теперь Понятно Точно Порядок Наводят В городе Лучше Там разворот Сделали Было бы Меньше Меньше Пробок Да Вот и доехал Я до этой Жести Просто Две полосы Есть Если бы Как-то А И там Дальше Одна То есть Получилось Тут две Остается Потом Остается Одна Правая И тут Одна Левая И Людям Надо Вправо Уйти Ну вот Фурам Особенно Просто Жесть Ну чуть бы Конечно Быстрее Двигались Люди И тут Дорожники Ну все По классике В общем Вот этот Заборчик Поставили Тут конечно Если бы был Какой-то Выезд Такой Правильно Сделанный То можно Было бы Это разгружать Периодически Все Загородили Четко Мышь Не проскочит Ну тут Спокойно Выезд Можно сделать Никому Не мешал Но он И был Через Бровку Раньше Не Санкционированный Валерий С짝 Продолжение следует Продолжение следует Субтитры